Smarty Sale – популярный кэшбэк-сервис, на котором вы можете экономить деньги, совершая покупки в более 700 любимых интернет-магазинах и получать обратно до 50% потраченных средств. Пройдите регистрацию, перейдите с нашего сайта в магазин, совершите заказ, как делаете это обычно, и получите часть денег обратно. Забрать деньги можно удобным для вас способом. Пополнить мобильный, через платежные системы или на банковскую карту. Обратите внимание, что цена в магазине при переходе с нашего сайта не меняется. Удачных покупок! Всем привет! Сегодня необычная распаковка для хомяков Xiaomi и не только. Думаю, каждый из вас уже хорошо знаком с компанией Xiaomi, а ее бюджетную линейку смартфонов Redmi знают практически все. Модели, входящие в нее, заработали у рядовых пользователей позитивную репутацию недорогих, сбалансированных и автономных аппаратов. За последнее время компания штампует один смартфон за другим. И думаю, мы вряд ли познакомимся практически со всеми моделями линейки, но мы изучим самый интересный смартфон – Redmi 4 Pro, известный также под именем Redmi 4 Prime. Xiaomi Redmi 4 Pro – это все тот же Redmi 4, но с некоторыми улучшениями, полностью меняющими восприятие аппарата и впечатление от использования. Коробка уже стала классической для Redmi 4, да и вообще для Xiaomi. Собрана она хорошо, картон твердый, коробка при транспортировке не даст убиться вашему смартфону. Разумеется, если доставкой занимается не Почта России. По комплектации ничего особенного. Адаптер питания, кабель USB-MicroUSB, скрепка для извлечения слота под сим-карты и техническая документация. Адаптер питания и кабель не самого лучшего, но и не самого худшего качества. Использовать можно и нужно. Сам смартфон в первые секунды вызывает необычные и приятные ощущения. Очень компактный, металлический и честно клевый. Самое парадоксальное это то, что он не вызывает отвращения, потому что в последний год смартфоны от рисовой компании меня чё-то честно раздражают. Я помню те времена, когда они делали один смартфон в год и он был прекрасен на тот момент. Всё оттачивалось, как говорится, до конца, а не, как сейчас, на донышке. После первого включения, на борту, кстати, имею в 8, также всё прекрасно на первый взгляд. То есть ничего не лагает. Ну и хотя лагать тут нечему, смартфон пустой по приложениям. Всё работает из коробки, можно сказать, нормально. Немного слов по внешнему виду и впервые впечатления от использования. Металл, точённые грани, они же фаски, прикольно как никогда смотрятся. Металл везде, экран комфортен и Full HD тут в кассу. По разъёмам всё на месте, никаких сюрпризов. Камеры, кстати, их тут две, тоже на своих местах. И по характеристикам очень неплохи для бюджетника, да ещё и за такие деньги. Сканер всё там же уже второй или третий год подряд. По смартфону, кстати, у меня всё. Теперь немного рассуждений о продуктах компании и её пути в 2017 году. Какие есть альтернативы, если не Xiaomi, спросите меня вы, и я отвечу никаких или Meizu. Последний, кстати, нравится мне больше, чем продукты компании Xiaomi. Что нам ждать? Ведь компания штампует их очень-очень много в каждые 1-3 месяца, и пользователь просто не успевает выбрать, зачем такой темп. Я считаю, что компания потеряла свой путь джедая в последние полтора года и начала очень пытаться объять необъятное и заработать все бабки мира. По конкретно этой модели претензий на данный момент нет никаких. Что будет при использовании, я не знаю. Друзья, большое спасибо, что досмотрели до данного момента это видео. Конечно же, пишите в комментариях, что я досмотрел до конца. Я молодец, это моя пасхалочка для моих пользователей, которые действительно смотрят мои видеоролики. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Конечно же, пользуйтесь всеми соцсетями, мы там есть. Твиттер, Инстаграм, все ссылочки в описании. На товар тоже ссылки будут в описании. И, конечно же, пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Я прошу прощения, что не было видео достаточно давно. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok